Агрогородок Горбацевичи. Дом сопровождаемого проживания забота гостеприимно распахивает двери для людей с особенностями развития Каменской школы-интерната. На открытии звучат теплые пожелания и слова благодарности. Не обходится без подарков. От Могилевского обл. исполкома микроавтобус, от Министерства труда и социальной защиты компьютер. Все, чтобы жизнь на новом месте была более удобной и комфортной. Такие дома строить и содержать можно только в той стране, в которой есть забота о людях, где есть сильная власть и сильная социальная направленность. Это не один такой дом у нас. Есть и другие дома, есть учреждения, где проживают люди с особенностями развития. А вот данная новая форма – это шаг вперед. В этом доме люди могут почувствовать свободу. Коттедж обустроен благодаря неравнодушным людям. Помощь оказала итальянская благотворительная компания. Региональный директор Чернобыльского фонда по правам детей Мольберти Рената искренне рад очередной встрече с подопечными Каменского дома-интерната. Львиная доля средств получена из госбюджета и от общественных организаций. В общей сложности в проект вложили более 103,5 тысяч рублей. Хочу выразить благодарность государству, что идет навстречу и разрешает развивать такие проекты с иностранными организациями. Хочу выразить благодарность своим коллегам по работе. Много усилий приложили к тому, чтобы благоустроить этот дом. Двухэтажный коттедж общей площадью 170 квадратов станет светлым шагом в самостоятельную жизнь для воспитанниц Каменской школы-интерната. 9 подопечных в возрасте от 27 до 53 будут жить в современных комнатах, собирать гостей за праздничным столом и просто радоваться каждому новому дню. Они начинают социализироваться и это следующий этап для того, чтобы им можно было вернуть дееспособность. И они стали жить как обычные люди, то есть полностью трудоустраиваться, заводить семьи, то есть вести нормальный образ жизни. Они будут находиться под небольшим патронатом. Это поможет узнать именно, как мы называем, взрослую жизнь. Они смогут вести свой быт, они смогут работать. Новосёлы в восторге от современной кухни. Продумана здесь каждая деталь. К услугам проживающих – плита, холодильник, посудомойка, мультиварка, микроволновка и много других таких необходимых в хозяйстве мелочей. Можно и вкусный обед приготовить, и чайку попить. В Беларуси действует 92 дома-интерната, 28 общего типа, 55 психоневрологического и 9 для детей-инвалидов. На их содержание тратятся значительные средства. Только за 2021-2022 год – 300 миллионов рублей. Социальная адаптация тех, кто проживает в этих учреждениях – одна из важнейших задач государства. И она может быть реализована только в спокойной, стабильно развивающейся стране, где на первом месте интересы человека. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.